Итак, друзья, у нас сегодня очень важная тема. Это четвертый шаг в бизнесе. Это трехсторонние переговоры и закрытие сделки. И это важная тема. Почему? Потому что очень часто партнеры первые три шага в бизнесе делают правильно, а нет четвертого шага, как следствие, нет денег в кассе. Для кого история актуальна, кто хотел бы научиться правильно сделки закрывать и доводить их до конца, пожалуйста, поставьте десяточки в чат. А я пока расскажу о себе. Как мне кажется, этот скилл проведения трехсторонних переговоров и закрытия сделок у меня очень хорошо развит. И мои результаты в бизнесе UDS это доказывают. На самом деле технологию проведения трехсторонних встреч и закрытия сделок я начал отрабатывать уже давно, когда я занимался продажами в лизинге, когда я был руководителем лизинговой компании. И открою вам секрет, эта технология, она работает везде. То есть и в лизинге мы трехсторонние переговоры проводили и учили наших менеджеров по продажам закрывать сделки с помощью соответствующих действий, вопросов. И также многие сталкивались с проблемой с того, что они всю работу проделали, расчеты сделали по лизингу, но не закрывают сделок. Поэтому моя задача сейчас передать вам опыт, как правильно проводить трехсторонние переговоры, рассказать, зачем они нужны, почему их надо проводить и рассказать, как сделки закрывать, чтобы в кассе были деньги, чтобы результатом вашей работы были хорошие деньги в бэк-офисе. А как вы знаете, у нас хорошие деньги с каждой сделки. То есть если вы закрыли сделку на лицензию на тариф про, это 900 долларов сразу же. Либо если вы закрыли сделку на VIP-пакет, то это от 1000 до 2200 долларов за одну сделку личную. Поэтому очень важно сначала самому научиться это делать и потом передать в команде эту же историю. Поэтому тоже к вам мой посыл. Когда вы сами научились, делайте обучение в команде и передавайте команде свой опыт. Это и называется бизнес. Окей, с этим понятно. Давайте теперь перейдем к сути. Первое – это трехсторонние переговоры. Предыдущие у нас каждый понедельник в 9 утра проходит вот такое обучение топ-лидера. И до этого мы рассказали о том, зачем нужен в принципе список, как по этому списку делать звонки правильно, как проводить встречу по партнерской программе. Теперь мы с вами расскажем о том, как трехсторонние переговоры делать и сделки закрывать. И хочу я начать с очень хорошей пословицы. Вы наверняка ее все знаете. Поставьте плюсик те, кто знают эту пословицу. «Нет пророка в своем Отечестве». И напишите, пожалуйста, о чем эта пословица, собственно говоря. Почему я ее вот в этом контексте сейчас применяю? Применяю. То есть, почему нет пророка в своем Отечестве? Как так? О чем эта пословица? Своих не признают. Так, ага, еще варианты. Всегда кажется, что где-то лучше. Ага. Еще. Люди со стороны лучше знают. Так, ага. Окей, окей. Своих не слышат, свое не ценности, нет ценности своих. То есть, смотрите, да, вот Илья очень хорошо написал. Наш круг общения привык, что мы занимались другим, а тут я про бизнес говорить начинаю, например. Да, все абсолютно верно. То есть, смотрите, логика в чем? Когда мы работаем только по теплым контактам, да, это наш основной источник всех делок. Я лично вообще ни разу не работал по-холодному, и мне это не нужно, потому что я просто, работая по системе, создал большую команду, 1450 человек на текущий момент, работая по теплому рынку. Да, если научиться с этим правильно работать, то все будет хорошо. При этом мы сталкиваемся с тем, что когда мы приходим, например, мы там долгое время в найме поработали и занялись бизнесом, купили франшизу UDS. И когда мы начинаем с нашими потенциальными партнерами, да, обращаю ваше внимание, мы сегодня говорим про то, как партнеров привлекать. По клиентам у нас там своя есть методика, вы ее все отлично знаете. Проект дежурный внедрение, привлекаешь эксперта, опять же эффект третьего лица, и там тебе сделка закрывается. А теперь смотрите, то же самое по партнерской программе. Мы, например, долгое время поработали в найме, и вдруг открыли бизнес, купили франшизу от UDS, и начинаем искать себе партнеров в команду. И наверняка те люди, которых вы знаете, вас не знают как эксперта по работе с предпринимателями. Или вас не знают как предпринимателя, да, или, например, знают вас как предпринимателя в сфере общепита, но не знают вас как предпринимателя в сфере IT, или как в сетевом бизнесе вас не знают. И, естественно, у человека поначалу, когда вы ему что-то рассказываете, далеко не всегда складывается атмосфера, ну вот пазл не сходится. И именно поэтому мы применяем эффект трехсторонних встреч для того, чтобы пазл у человека сложился. Соответственно, вот Ирина, да, Козик, неделю назад рассказывала, как правильно проводить встречу, и как правильно выводить на трехсторонние переговоры. И, соответственно, вот трехсторонние переговоры – это тот момент, который закрепляет. Вот вы здание строите, кирпичики как бы складываете, да, проводя презентацию, рассказывая про бизнес, но вам нужен цемент, который все эти кирпичики скрепит между собой, чтобы у человека здание нарисовалось, да, а не просто кирпичи, которые сложены друг на друга. Вот это трехсторонние как раз переговоры. Это то, что скрепит ваш дом цементом. То есть у человека пазл сойдется. Ага, вот Петя, он начал заниматься бизнесом, и у него есть вот такой вот наставник, куратор или другой человек, который похож на Петю, на меня и так далее, который вместе с ним занимается этим бизнесом. Вот для этого нужны трехсторонние переговоры. Теперь давайте разберем. Трешка. Вот с этого момента мы с вами будем говорить трехсторонний переговор равно трешка для удобства. Мы все говорим такой сленг, трешка, да, для того, чтобы общаться более быстро. Итак, цель трехсторонних переговоров или трешки. Цели несколько, но все эти цели наточены на то, чтобы сделка в результате закончилась сделкой. Первая цель – это показать команду. То есть цель трешки – показать, что не только вы один занимаетесь вот тут бизнесом своим, а цель – показать, что нас много, что много людей занимаются этим бизнесом, что эти люди имеют свой бэкграунд, что эти люди имеют успех, что эти люди зарабатывают деньги. Согласитесь, когда вы понимаете, что вы не просто одиночка, да, которая там что-то копошится, а когда вы находитесь в большом окружении сильных людей, вам интереснее заниматься этим бизнесом, у вас меньше рисков заниматься этим бизнесом, когда вы увидите, что много успешных ребят. Кто согласен – плюсик. Дальше – показать будущую помощь. Это тоже цель трешки. Показать, что человек, когда он приобретает пакет партнерский, он не остается один на один со своим пакетом, а есть большое сообщество, к которому он может обращаться и получать помощь. Это тоже эффект трехсторонних переговоров. Нам надо показать кандидату, что это так работает, что он получит помощь в дальнейшем. Третий момент, очень важный момент, вот здесь, пожалуйста, тоже внимательно. Показать, что здесь такие же люди, как кандидат. То есть, когда мы выбираем кандидата на трехсторонние переговоры, на трешку, мы их подбираем максимально под кандидата, под его психотип, под его вид деятельности, под его занятия, чтобы показать, что он не один такой, да, что здесь такие же люди, которые когда-то приняли решение и начали деньги зарабатывать нормальные, открыли свой бизнес, получили свободу и так далее, и так далее. Вот это очень важный момент. Еще я сейчас читаю книгу «Психология влияния» Чалдини. Он называет это социальным, сейчас не помню второе слово, короче, когда человек ориентирован на окружающих, да. То есть, социальный, ну, в общем, не буду сейчас точно говорить, потом пост в Инстаграме напишу на эту тему. Социальный момент, когда ты ориентируешься на окружающих. Если ты видишь, что окружающие такие же, как ты, такие же, как ты, что-то у них получается успешно, ты тоже, соответственно, можешь этого добиться. Социальное доказательство, да, Женя, спасибо большое, вот Женя читал Чалдини. Социальное доказательство. То есть, мы здесь используем эффект социального доказательства. И четвертое – это то, что работает, да, и то, что очень важно, когда человек, особенно когда он не имел своего бизнеса и начинает свой бизнес, это доверие и уверенность. То есть, цель трехсторонних переговоров – показать кандидату, что он может быть уверен в этом бизнесе, что он, что здесь есть профессионалы, что они тебя научат и так далее, и так далее. Вот в этом цель трешки. Друзья, кто понял цель трешки? Поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чат. Зачем нужна трешка? Вот прежде чем перейти к как, надо показать зачем. То есть, мы разобрались, зачем нужна трешка. И, друзья мои, трешка должна быть, как говорит один из моих кураторов, Саша Свистунов, трешка должна быть. Причем на каждой встрече трешка должна быть. На первой встрече трешка должна быть. На второй встрече трешка должна быть. То есть, на третьей встрече. Я просто наблюдаю, что те, кто делают трешки на каждой встрече, у них все, черт возьми, получается. Те, кто не делают трешки на каждой встрече, те, кто пробуют супер-профи, такие вау-чуваки, пробуют закрывать сделки сами, продавливают и так далее. Да, в моменте, может быть, они получают сделки, но у них команда-то не растет. Просто дело в том, что технология работает тогда, когда ей пользуются всей, когда ты можешь научить другого человека этой же самой технологии. Поэтому трешка должна быть на каждой встрече. Это закон. Это закон. Окей, двигаемся дальше. По моим наблюдениям, для закрытия сделки обычно требуется три трешки с разными партнерами. То есть не так, что вот пять минут с кем-то познакомил и все, как бы галочку себе поставил трешкой. Нет. Я знаю, что, например, Арман Мамян, да, он эксперт по трешкам. Он делает от семи до десяти трешек с каждым партнером. То есть реально карусель трешек, знакомит с разными людьми постоянно, да, получает опыт. То есть пока человек четко либо сказал да, либо сказал нет, вот у него трешки продолжаются до бесконечности. Вот. Поэтому это очень крутой навык, который позволяет закрывать сделки. И таким образом можно даже из какого-то скептика там сделать последовательно. Сделать последовательно. Но вот мой опыт подсказывает, что трех трешек вполне достаточно. Три трешки с разными людьми сделайте, и будет результат. Результатом я считаю конкретное да от человека, либо конкретное нет. Конкретное нет – это тоже результат, который позволяет мне не тратить больше на этого человека время и идти к другим. Не фокусироваться на нем, получить с него рекомендации и идти к другим людям. Окей, про три трешки рассказал. Следующий момент. Какие бывают виды трешек? Основных видов трешек два. Первый вид трешка – это трешка знакомства. Второй вид трешек – это трешка под закрытие сделки. Трешка знакомства. Про что здесь? Это когда, например, на первой встрече ты рассказал про продукт, ты рассказал про бизнес. Вкратце, например, да, то есть может быть без бинаров, без каких-то деталей. И выводишь на первой трешке, например, своего куратора, своего куратора, на первой же встрече ты выводишь его на трешку, чтобы познакомить со своим потенциальным кандидатом. Поэтому называется трешка знакомства. То есть мы там не будем глубоко говорить про бинар, не будем показывать чеки, не будем рассказывать, как продать миллион лицензий. А мы просто знакомимся, чтобы, опять же, доверие, чтобы команда и так далее. Такие же трешки, например, в основном происходят на мероприятиях. То есть когда вы кандидата привели на мероприятие, и вы знакомите его с разными людьми, трешка знакомства с целью, чтобы человек увидел, что у нас очень крутое сообщество. Соответственно, вот трешка знакомства. Дальше идем. Вторая трешка. Трешка под закрытие. Трешка под закрытие. Что такое трешка под закрытие? Это все последующие трешки, когда человек уже все знает, все умеет, и его надо докрутить до сделки. Докрутить до сделки. Вот это называется трешка под закрытие. Соответственно, вот два таких вида трешек я разделяю. Естественно, мы ведем себя на этих трешках по-разному. Первая – это такая легкая. Это когда вы знакомитесь с людьми. Вы же девушку не тащите в постель на первую встречу, например, или 10 минут знакомства. Соответственно, тут то же самое. Сначала вы знакомитесь. А когда уже сделку надо закрывать, вы уже себя ведете более настойчиво, более, скажем так, двигаясь вперед к своей цели. Друзья, все вопросы потом. Давайте все вопросы потом. Я на все вопросы ваши отвечу. Окей, друзья, два вида трешек. Наверное, суть их понятна. Идем дальше. Так, у меня два слайда одинаковых. Ну, ладно. Как вывести на трешку? Теперь давайте разберем. То есть я знаю, что много ребят испытывают определенные сложности с тем, как вывести человека на трешку. Как это делать правильно? Как это делать правильно? Во-первых, например, вы начинаете встречу по бизнесу. Например, это ваша первая встреча. Вы пригласили кандидата и говорите, слушай, Петь, я купил франшизу, бла-бла-бла, у нас есть продукты, у нас есть бизнес, у меня есть к тебе деловое предложение. Давайте я расскажу сначала про продукт, потом я тебе расскажу про бизнес. И если тебе все откликнется, я тебя познакомлю обязательно со своим партнером по бизнесу, с которым мы вместе делаем это дело. И таким образом вы сразу же в начале встречи проговариваете о том, что в конце встречи у вас будет знакомство. И когда вы в конце встречи, например, на Zoom, вы вводите своего куратора, другого партнера, еще кого-то, неважно, кого вы вводите, вы уже сразу же, что происходит? Вы сразу же, то есть вы заранее договариваетесь об этом. И у человека не возникает каких-то вопросов, а что ты сейчас кого-то тут на встречу выводишь. Если человек изначально говорит, нет, мне это неинтересно, мне бизнес неинтересен, тогда, естественно, трешки не надо делать. Но если есть возможность сделать трешку, все равно сделайте, лучше сделайте. Может быть, куратора получится своим знакомством переориентировать человека. Вторая история, как вывести на трешку. Если это не первая встреча, а, например, вторая, третья встреча, то в конце первой встречи вы сразу же договаривались. Например, на первой встрече вы в конце встречи представили своего, например, куратора одного. После этого вы сразу же договаривались. Слушай, смотри, вот Ира об этом тоже говорила, что сразу же надо договариваться на следующее касание. Приходи к нам на мероприятие, я там познакомлю тебя с еще одним человеком, куратором, например, Александром Лукьяновым, который имеет чек более 500 тысяч долларов в этом бизнесе и так далее, и так далее. То есть ты заранее договариваешься о трешке на мероприятии, например. Или ты заранее договариваешься о трешке онлайн. Давай я тебя завтра в три часа познакомлю с Сашей Лукьяновым и так далее, и так далее. Вот это договариваться о трешке заранее. Просто договариваться, просто назначать эту трешку. И очень важно делать качественное промо. То есть для того, чтобы с человеком хотели познакомиться, его надо качественно продать. И смотрите здесь, какой важный момент. Качественно продать – это не значит рассказать все регалии, все заслуги человека. Качественно продать – это значит подобрать такие слова, которые будут конкретно этому человеку очень важны. Ну, например, если перед тобой, например, профессиональный маркетолог, который работает с ресторанами, то я бы на трешку с этим человеком назначил трешку с Равилем Хосяновым, например. Это партнер моей команды, который профессиональный маркетолог и работает с ресторанами. Если это, например, средства массовой информации или СММ-агентство, то у нас есть отличный кейс Юлия Рыжаковой. Вы тоже это знаете. Такого человека. Если это профессиональный сетевик, например, Тарас Годованюк, пожалуйста. То есть Тарасом Годованюком. Если это, скажем так, предприниматель с несколькими бизнесами, пожалуйста, Александр Свистунов. То есть я знаю, кого, куда, на кого всегда вывести. Например, меня Ирина Романченко, мой непосредственный куратор, выводил на Диму Соловичука. И Дима настолько был качественно продан до этой встречи. Мне Ира его презентовала так, что парень в молодом возрасте, придя из армии, построил за 2-3 года качественный бизнес, который приносит ему более 500 тысяч рублей в месяц. А я зарабатывал, ну, зарплата у меня была тогда 320-350 тысяч в месяц. И у меня пазл не сходился. Как может человек, который 10 лет в найме, который построил сумасшедшую карьеру такую, да, в крупной федеральной компании, зарабатывать меньше, да, чем молодой парень в таком бизнесе? И меня это, ну, скажем так, поразило. И я, естественно, захотел с Димой познакомиться. И я приехал навстречу Димы. Дима мне все качественно объяснил. Это стал еще одним кирпичиком, который в дальнейшем позволил мне купить франшизу. Вот. Поэтому качественная промо очень важна. И здесь смотрите, какие есть ключевые слова, которые вы можете использовать для того, чтобы вывести на эту трешку. Так же, как и ты, например. То есть, например, если вы ведете переговоры с человеком из корпоративного сектора, который кредиты продает, лизинг продает, страховки продает, то вам желательно подобрать партнера для трешки, который связан с этой же сферой. И использовать во время промо слова «вы похожи». Вот смотри, у меня есть партнер в команде Арман Мамян. Он так же, как и ты, раньше работал в корпоративном секторе, занимался в банках, в лизинге, был успешным менеджером по продажам. А сейчас это топ-партнер компании UDS. Вот, например, на прошлых итогах года, на нашем большом событии, он выступал, получал премию «Партнер года». Согласись, классный подъем. Я думаю, что тебе было бы интересно получить его опыт. Почему он приобрел здесь франшизу? И что нужно, чтобы стать успешным предпринимателем? Как считаешь? И вот так мы его вводим на трешку. Что еще? Какие ключевые фразы? Это мой партнер по бизнесу, я очень ценю его мнение. То есть вы поднимаете планку, то есть вы говорите о человеке не как небожители, но о человеке, который для тебя важен и ценен. И, соответственно, для вашего друга, который рассматривает этот бизнес, этот человек тоже должен стать важным и ценным. То есть иногда абсолютно не обязательно говорить какие-то регалии и чеки. Иногда достаточно просто словами рассказать. «Смотри, это мой партнер по бизнесу, мы с ним давно вместе, мы знакомы 10 лет, я ему доверяю, я его уважаю и ценю. И поэтому я хочу, чтобы он тоже поделился своим мнением, почему он купил франшизу, почему мы сейчас тебя приглашаем в этот бизнес и почему мы считаем, что мы вместе можем достичь большего». То есть можно и такими словами, да, не обязательно даже иногда регалии говорить. То есть вот эти ключевые слова, которые можете себе записать, запомнить и их использовать для назначения трехсторонних переговоров. Кто принял, понял, напишите, пожалуйста, семерочки в чат, семерочки в чат, что мы здесь с вами разобрались. Как вывести на трешку? Отлично. Если у вас есть какие-то вопросы, запишите себе, пожалуйста, я в конце нашего обучения на них обязательно отвечу. Окей, двигаемся дальше. Хорошо, все, трешку мы назначили. Да, трешку мы… Вот Арман классная фраза пишет, он мне помогал вначале, очень круто, если мы будем партнеры, то он также будет помогать тебе. Тоже классная фраза. Итак, все, трешку назначили, привели человека на трешку. Что дальше мы делаем? Смотрите, очень важный момент. Сделать промо до встречи, да, то есть, чтобы не тратить время на самой встречи, на вот эти вот там объяснения миллионные, желательно, чтобы вы сделали на человека, на вашего куратора или на другого партнера, который вы используете для трехсторонних переговоров, до встречи качественный промо, вот такой вот продающий, мощный, чтобы человек захотелось встретиться. И очень коротко во время встречи. То есть, например, когда мы встречу, там, Петя, смотри, это Александр Лукьянов, я тебе много о нем рассказывал, это человек, которого я безмерно уважаю, это мой партнер по бизнесу, который вместе со мной прошел очень большой путь. Вот, я тебе говорил, почему я хочу, чтобы вы познакомились. Дальше мы делаем короткое промо на кандидата. Александр, это Петя, мой хороший друг, приятель, мы с ним работали раньше в страховой компании ВСК, да, и сейчас Петя рассматривает для себя возможности нашего бизнеса. То есть, мы очень коротко промо делаем на кандидата. Ошибкой здесь расписывать какие-то регалии человека другого. Какая разница, какие там регалии, мы ему бизнес сейчас свой предлагаем. То есть, куратору другого человека продавать не надо, да, это ошибка. Окей, дальше что? То есть, куратора надо продавать, да, там, того человека, которого ты вывел на трехсторонние переговоры со стороны ЮДС, а не человека другого, а не кандидата. Окей, и дальше очень важный момент, очень важный момент. Рассказать, какая информация есть уже у кандидата. Потому что, например, когда вы привлекаете там большое количество людей, то есть, у каждого из нас, у того, кто активно работает в данном бизнесе, много трешек каждый день. Пять, шесть, семь. И, естественно, ты не можешь запомнить всю информацию, которую тебе предварительно про кандидата рассказывали партнеры. И очень важно здесь погрузить немножко на этой встрече куратора, представителя, кого ты привлекаешь на трехстороннюю переговору со стороны ЮДС, какая вообще информация есть? Это трешка знакомства или это трешка на подзакрытие? Естественно, не надо эти слова использовать, но как бы погрузить. Например, ты говоришь, мы с Петей разобрали очень детально продукт. Пете продукт понравился, зашел. Мы с Петей детально разобрали виды вознаграждения. В бинар не погружались. В бинар не погружались. Сегодня у нас, так как у нас первая встреча, я хотел бы, чтобы ты поделился своим опытом, как давно ты в этом бизнесе, какие для тебя самые важные моменты были, почему ты купил эту франшизу. Саша, можешь ответить? Все, вот так. И все, мы инфу рассказали. Саша уже понимает, что от него требуется. И тоже очень важный момент. Модерировать встречу вопросами. То есть большая ошибка, большущая ошибка, считайте, что на корню заглублено все то, что сделано до этого, когда ты привел на встречу куратора, всех представил и сидишь, ждешь, когда манна небесная спустится. Манна небесная не спустится. Надо модерировать встречу вопросами. То есть направлять встречу вопросами до тех пор, пока ты не добьешься своей цели. И, например, вот пример первого вопроса я уже сказал. Саша, расскажи, пожалуйста, почему ты купил франшизу? Какие для тебя самые важные триггеры были? Самые важные причины? Потому что Петя, так же, как и ты, вы очень похожи, сейчас находится в поисках найм и выбирает себе бизнес. Расскажи, почему ты выбрал бизнес UDS. Я знаю, что ты выбирал из нескольких бизнесов. Пожалуйста, расскажи, почему. Или, например, вот тоже здесь пример у меня на слайде. Поделись, как ты совмещал. Мы с Петей разобрали, например, это уже трешка на закрытии сделки. И рассказываем там Саше. Саша, смотри, это Петя. Он специалист по страхованию. Мы с ним раньше работали вместе. Мы разобрали и продукт, и демо-версию, и маркетинг, и бинар. У нас уже была первая трешка с Арманом Мамяном. Арман также поделился своим опытом, как он за первый месяц в бизнесе заработал 15 тысяч долларов. Я вывел на тебя, потому что вы также очень похожи. Вы из одной сферы. Ты в лизинге работал. Лизинг со страхованием всегда пересекался. Расскажи, пожалуйста, у Пети был важный вопрос. А как совмещать на старте? Вот я знаю, что ты успешно совмещал на протяжении полугода с наймом этот бизнес. Расскажи, поделись, как ты совмещал. И вот таким образом мы модерируем эту встречу. Модерируем эту встречу. Если у кандидата появляются свои вопросы, то, конечно же, он задает эти свои вопросы. Но если ты понимаешь, что требуются связки между ответами на вопрос, то сам задавай своему куратору эти вопросы для кандидата. То есть мы не ждем, а задаем вопросы куратору, а куратор к кандидату отвечает на эти вопросы. Окей, друзья, все понятно? Все понятно, да? Если понятно, девяточки в чат поставьте. Как себя вести на трешке? То есть вот это со стороны того, кто трешку организовывает. Со стороны того, кто трешку проводит для того, кто организовал эту трешку. Что делает куратор? Куратор здесь такое общее понятие, потому что трешку может любой человек проводить. Я, например, большую часть трешек делаю с членами своей команды. Да? Тоже сейчас расскажу, почему. То есть что делает куратор у нас на трешке? Куратор делится опытом, то есть рассказывает про то, как он начинал, и так далее, и так далее. Задает кандидату открытые вопросы. Тоже очень важный момент. То есть чтобы это был не просто такой, знаете, монолог. Все расскажу, всех убедю и так далее. А задает открытые вопросы. Например, в том числе подготавливает к закрытию. Например, задает вопросы. Ну что, слушай, как тебе наша идея? Увидел для себя возможности в партнерской программе? Да, увидел. Окей. Ну, а как там, к какому пакету сейчас присматриваешься? Хорошо. Окей. Так, идем дальше. И отвечает на вопросы. То есть если у кандидата есть какие-то вопросы, то, соответственно, куратор на трешке отвечает на эти вопросы. В тот момент, когда куратор отвечает на какие-то вопросы, тот, кто вывел на трешку, да, вы, не надо вставлять свои пять копеек. Не надо. То есть это сбивает иногда, потому что, например, ты ведешь какую-то линию, да, ты планируешь через ответ на вопрос вывести человека уже на какое-то осознание, да, а в этот момент тот, кто вывел на трешку, начинает какую-то свою историю рассказывать, и это сбивает. То есть смотрите, если уж вы здесь передаете бразды правления, то передавайте до конца. То есть вы модерируете вопросами, но сами не отвечаете. Да, очень важный момент, друзья. Модерируйте вопросами, но не отвечайте кандидату сами, чтобы как раз и был этот эффект третьего лица. Окей, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Важный вопрос, важный вопрос. Кого мы выводим на трешку? Кого мы выводим на трешку? Первое, естественно, своих кураторов. Сразу же вопросы, которые были про то, кто у меня там куратор, а если куратор неактивен и так далее. У любого куратора есть свой куратор. И вы должны знать как минимум пять своих кураторов по стояку. То есть пять людей, которые вам могут в любой момент помочь закрыть сделку. Минимум пять вы должны знать. Если вы не знаете, познакомьтесь. Потому что есть цепочки кураторов, их надо просто найти. Напишите в компанию, в конце концов. Вы же стоящему куратору позвоните. Так далее, так далее. Дальше идем. Членов команды мы выводим на трешку. То есть я, например, сейчас в основном использую членов команды для трешек. Почему? Потому что команда большая. Команда большая. И есть люди на любой случай жизни. Если я знаю, что, например, если у меня потенциальный партнер – это юрист, то у нас в команде, например, появилась Настя Шестакова из Есентуков, которая юридическое агентство. Мне не важен, какой у Насти опыт. Мне не важен, какой на текущий момент результат. Я знаю, что Настя активно сейчас включена в ЮДС. Все, что мне нужно, это то, чтобы Настя активно сейчас была включена в ЮДС, и она этим горела, она этим жила. Потому что такого человека я хочу показывать, а не того, кто год назад что-то сделал. Соответственно, Настю я выдерну на трешку с моим потенциальным кандидатом и покажу. Смотри, вот Настя, она недавно приняла решение быть в команде с нами, сейчас активно двигается, развивается. Настя, подскажи, пожалуйста, почему ты приняла такое решение. Расскажи, у тебя же собственная юридическая компания, вроде как вообще не профиль, связанный с продажами с сетевым бизнесом. Расскажи, почему. Если это корпорат, у нас, я не знаю, человек 40, которых можно на трешке, можно до скончания века трешить человека, который из корпоративного сегмента. Если это предприниматели, то же самое, выдергивать, если предприниматели с предпринимателем, из членов вашей команды, из членов вашего сообщества. И, в принципе, ты можешь приглашать на трешку любого партнера, которого ты лично знаешь, с которым ты об этом договорился. Вот здесь я хочу ваше внимание особо уделить. Напишите, пожалуйста, как вы считаете, а то иногда прилетает вопрос, типа, ой, а я никого не знаю из команды или кого бы еще привлечь. Как вы считаете, а как сделать так, чтобы у тебя всегда, чтобы ты знал огромное количество партнеров, которых ты можешь привлечь на трешку? Напишите, пожалуйста, в чат. Как вы считаете, что нужно для этого делать, для того, чтобы у тебя всегда было огромное количество партнеров на трешке потенциальных? Кого бы ты мог выдернуть на какие-то трешки? Отлично, отлично. Единственный способ познакомиться с огромным количеством людей – это ездить на все мероприятия компании и знакомиться там с огромным количеством людей. Дружить и общаться, да. То есть тут других вариантов нет. Других вариантов нет. У нас онлайн мероприятия, на которых ты можешь с какими-то людьми познакомиться, да. У нас оффлайн мероприятия, которыми ты можешь познакомиться. Из каждого такого мероприятия я всегда утаскивал миллион контактов из разных стран, из разных городов. У меня никогда не было вопроса, кто моего кандидата встретит в другом городе на презентации. Кого выдернуть на трехсторонний переговор? Никогда. Потому что сразу же я понял фишку. Знакомимся с людьми. Так как у нас сообщество, которое помогает друг другу, никто никогда не отказывает, если ты человека знаешь. Если ты какому-то левому, ну, человека ни разу не видел, руку ему не жал, но ты ему пишешь в WhatsApp, там, слушай, мне там срочно нужна трешка, тут 50-50. Может быть, ответить, может, не ответить. Но если это человек, которым ты лично познакомился, договорился, давай, там, могу ли я тебя привлекать на какие-то трехсторонние переговоры, конечно же, это твой ресурс. Это твой ресурс. Вот. Ближайшие мероприятия, напоминаю вам, это 7 августа, это день рождения компании, это семилетие компании, это зал на тысячу человек, концертный зал МИР, Москва, куда соберется огромное количество партнеров со всей России, где надо быть обязательно и знакомиться, использовать это мероприятие. Там будет как официальная часть, так и автопати. И это мероприятие обязательно надо использовать, чтобы расширить свой список знакомых, которых можно как партнеров привлекать на эти трешки. Думаю, что здесь у вас тоже вопросов нет. Двигаемся дальше. Теперь давайте, то есть смотрите, напишите, пожалуйста, один инсайт основной от темы «Как проводить трехсторонние переговоры». Один основной инсайт «Как проводить трехсторонние переговоры». Модерировать встречу. Отлично. Трешка должна быть. Не перебивать куратора. Знакомить с похожими людьми на трешках. Отлично. Модерировать встречу вопросами. Не молчать и не ждать. Делать качественное промо. Трешка должна быть. Модерировать трешку. Модерировать. Знакомство и закрытие. Что можно привлекать партнеров даже без результатов, лишь бы были активны, что нужно тре-трешки. Отлично, Сергей. Да, действительно. Модерировать встречу. Задавать вопросы для партнера. Давайте я, Сереж, тебе тоже прокомментирую. Не без результата, а человека, который активно двигается в данную секунду и в фокусе на 100%. Активно двигается в данную секунду и в фокусе на 100% – это тоже результат. То есть без результата нам люди не нужны. Просто результат можно мерить по-разному. Активное действие – это тоже результат. Модерировать встречи. Задавать вопросы. Модерировать и не вставлять 5 копеек. Психотип важен. Выводить на трешку не только кураторов. Направлять вопросами. Самому задавать вопросы куратору. Слушать. Трешка на каждой встрече. Выявить потребности партнера. Знакомить на мероприятиях с большим количеством партнеров. Трешка быть. Не перебивать. Делать промо. Задавать наводящие вопросы. Модерировать, слушать, не мешать куратору. Три трешки для понимания готова. Кандидата нет. Не говорите о регалиях. Выводить на похожего партнера. Отлично, друзья. Хорошо. Все. Значит, мы эту тему с вами обсудили и закрыли. Двигаемся дальше. Теперь следующий этап – это закрытие сделки. Смотрите. Очень важный момент. Напишите, пожалуйста, в чат. Кто должен закрывать сделку? Кто должен закрывать сделку? С вашим кандидатом. Очень важный вопрос. О, какие у нас разные мнения. Ага. Кто-то пишет «куратор». Тот, кто приглашает в бизнес. Ага. Я. Я. Кто пригласил? Ага. Супер. Окей. Друзья, важное правило. Сделку закрываем сами. То есть мы сами. Вот я приглашаю человека в бизнес, я и закрываю сделку. То есть я, например, могу сам дать информацию и потом сделать миллиард трешек для того, чтобы человек подкрепился в своем мнении быть в этом бизнесе. То есть я трешку использую для того, чтобы получить мнение другого человека. Это мнение на этого человека, скажем так, замкнуть. У него осознание происходит, у него укрепляется уверенность, у него появляется доверие. Но предложение сделать сделку, зарегистрироваться, я делаю сам. То есть я не перекладываю эту ответственность на кого-то другого. Это очень важный навык, который в свое время меня, например, мой куратор обучил, да, и я этот навык тоже транслирую. То есть мы не занимаемся, перекладываем ответственность на своих кураторах и не просим наших кураторов закрывать мне сделки. Куратор поделился опытом, может быть, какими-то вопросами поднаправил к этому решению, да, значит, человека, да, настроил его. Но финальный вопрос должен задать ты, потому что ты приглашаешь человека в бизнес. Это твой партнер, ты с ним потом будешь заниматься обучением, ты ему сам будешь потом трешки проводить такие же и так далее, и так далее. Поэтому здесь очень важно, очень важно самостоятельно закрывать сделку, и этот навык тоже надо приобрести. Абсолютно верно, трешка – это инструмент для закрытия сделки, но ключевой вопрос про регистрацию задаешь ты, ты сам. Например, трешка прошла, как вот буквально вот четверг, четверг, у нас была пятница, у нас была трехсторонняя встреча с Евгением, да, с партнером из моей команды, с нашим потенциальным кандидатом Александрой. И на этой встрече мы там разобрали несколько моментов, разобрали почему, то есть человек зашел на стартселлер и начал разбираться в нашем бизнесе, да, и была трешка познакомиться, рассказать, что я, чем я могу человеку помочь. И на этой встрече я начал тоже задавать вопрос, слушай, а как ты посмотрел на себя, какой ты пакет выбрала, например, да? Человек, окей, да, Александр говорит, да, мне понравился пакет VIP, а почему тебе понравился пакет VIP? Дай обратную связь, пожалуйста. Вот, соответственно, то есть я вопросы эти задавал, и дальше, то есть я сказал, ну окей, хорошо, я вижу, что финальное решение принято, соответственно, с Женей дальше обсудите дальнейшие шаги. Я отключаюсь от встречи, и Женя дальше закрывает сделку. Закрывает сделку. Как правильно закрывать сделку? Закрытие сделки. Здесь приблизительный порядок вопросов. Эти вопросы могут меняться, вы их можете придумывать сами. Я вам сейчас еще фишку одну дам, которой нет в слайдах. Но суть очень простая. Открытый вопрос, да, открытый вопрос с позитивным уклоном. Вот это основной секрет. То есть, например, представим, что вы сейчас кандидат, который получил несколько трешек, да, и я, собственно говоря, с вами закрываю сделку. Я говорю, ну окей, смотри, давай подведем небольшой итог. Вот мы с тобой все материалы изучили, с кураторами познакомились. Скажи, пожалуйста, давай обобщим. Вот по приложению, что тебе больше всего в нем понравилось? Там человек говорит, слушай, ну классный инструмент для бизнеса. А вот смотри, вот мы с тобой разобрали нашу модель продвижения. Ты увидел себя в данной модели продвижения? Ты увидел, как ты можешь здесь деньги зарабатывать? Человек говорит, да. Я говорю, а как именно? Расскажи, какая из моделей бизнеса тебе больше понравилась? Продажа, внедрение, партнерская сеть. Человек говорит, ну вообще мне на самом деле понравилась партнерская сеть больше всего. Я вижу, что я могу большую команду здесь собрать, и процент команды мне позволит зарабатывать большие деньги. Все, я понял тебя, супер. Какие еще у тебя преимущества партнерства ты здесь увидел для себя? Ну, окружение, например, кандидат отвечает, еще что-то. Классно. Скажи, пожалуйста, вот по пакетам мы с тобой разобрали, и ты получил рекомендации от разных партнеров, какой пакет они брали. С какого пакета тебе было бы комфортно стартовать? Скажи, пожалуйста. Он говорит, ну с пакета VIP. Супер. Я вот тоже в свое время сделал такой выбор. Скажи, пожалуйста, как тебе идея сегодня оформить тогда пакет VIP, и завтра уже начать наше обучение? То есть вот этот ключевой вопрос, который мы задаем. Вариации этого вопроса может быть разная. То есть я не даю готового решения. Это может быть, как мы с тобой дальше действуем по покупке франшизы. Деньги на карте или кэш? То есть разные, может быть, варианты. Невозможно прописать все варианты. Но суть в том, что мы сначала задаем вопросы с позитивным уклоном, и потом прямые вопросы на закрытие сделки. С какого пакета тебе комфортно было бы стартовать? Какой пакет ты для себя выбрал? И так далее. И обязательно, обязательно, смотрите, ребята, что очень важный момент. Если, например, человек говорит, окей, мне нужно подумать, да, или, например, да, в принципе, я готов, мне сейчас нужно там подсобрать денег, например, и так далее, и так далее. Ставьте дедлайн с конкретной договоренностью. Почему это важно? Потому что если нет дедлайна, то сделка может затянуться. Как этот дедлайн ставить? Для вас используйте любые варианты, связанные с обучением, например. Например, на прошлой неделе мы закрыли большое количество сделок под школу бизнеса, московскую школу бизнеса, которая проходит онлайн, да. Под бизнес-форум, под обучение на бизнес-форуме. То есть вы можете мотивировать человека, например, сейчас понедельник, смотри, у нас в субботу уже обучение начинается. Классное обучение, там, подсказывайте. Как ты смотришь на то, чтобы дособрать на пакет денег и зарегистрироваться, например, в среду или в четверг, чтобы в субботу уже быть на обучении? Договоренность. Договорились, договорились, как говорит Тарас Годованюк. Обязательно слово договорились используем в результате фиксации договоренности. Вот таким образом происходит закрытие сделки. Окей, друзья, если у вас здесь вопросы, очень важный момент, очень важный момент. Давайте сначала, вот не отходя от кассы, вопросы про закрытие сделки. Вопросы про закрытие сделки. Пишите вопросы в чат, да, я буду отвечать на вопросы про закрытие сделки. На самом деле, согласитесь, ничего сложного. Не сложнее, чем кирпичи таскать. Не сложнее. Так же, как и таскать кирпичи, нужен навык. Один раз перетащил кирпич, второй раз перетащил кирпич, на третий раз уже все получается. То же самое. Ага, давайте я прям начну по вопросам отвечать. Если парит мозги несколько дней, Аскар, я вас умоляю, пожалуйста, не думайте так о людях плохо. Вам никто не парит мозги. Вот, и с уважением всегда относитесь к кандидату и к выбору кандидата. Если он по каким-то причинам не принимает решения, да, моя рекомендация просто спросить его прям, Саш, скажи, пожалуйста, слушай, ну вот мы с тобой достаточно много вместе времени привели, да, и я бы хотел понять, насколько вот то, что мы с тобой делаем, откликается тебе вообще. Можешь прямо со мной откровенно поговорить на эту тему? То есть я бы задал вопрос, можешь ли ты со мной откровенно поговорить на эту тему? То есть вопрос какой-то конкретики. Смотри, во-первых, взрослым людям очень сложно говорить, например, что у них денег нет. Тебе никто так, мужчина тебе, скорее всего, не скажет, что у него напрямую просто денег нет. Или там деньги в бизнесе крутятся, и он не может их выдернуть. То есть вполне возможно, что вот здесь фишечка, ребята, запишите, тоже такой вопрос, который позволяет вам выйти на откровенный разговор. Очень простой. Можем ли мы с тобой сейчас откровенно поговорить про деньги? Можем ли мы с тобой сейчас откровенно поговорить про деньги? Если вы видите, что вы сталкиваетесь с каким-то напряжением, с каким-то барьером, вы прямо так спросите, можем ли мы с тобой сейчас откровенно поговорить про деньги? Вот смотри, ты сказал, что выбрал для себя вип-пакет. По финансам проходим. Еще одна фишечка такая. По цене пакета проходим или по финансам проходишь. Если проходишь, окей. Здесь вы сразу же реакцию человека поймете. Если не проходишь, то начинаем над вариантами думать. Окей, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Если партнер еще не решился, как с ним работать? Смотри, не решился. Всегда есть какой-то скрытый вопрос. Ты так и говори. Смотри, давай мы с тобой откровенно поговорим. Какой у тебя есть вопрос, который ты еще не задал? Например, человек может говорить, слушай, но я не уверен на текущий момент, что у меня это может получиться. Как я отвечаю на этот вопрос? Смотри, такой уверенности никогда нет, потому что ты начинаешь заниматься новым делом. Никто тебе 100% гарантий не даст. Но если ты не займешься бизнесом, то ты точно не станешь успешным предпринимателем. Здесь 100% гарантия. Если займешься, то у тебя как минимум есть шанс. Давай я тебя познакомлю с Петей. Петя так же, как и ты, работал в страховании. И у него хорошие результаты. Он расскажет тебе, как он на старте избавлялся от такого же страха, как и у тебя. То есть, опять же, через трешку начинаем закрывать сделку. Сколько трешек ты делаешь в среднем? В среднем три трешки. В среднем три трешки. Если пока не готов брать пакет, договариваемся на следующую трешку. Настя, здесь то же самое. Поговори с человеком откровенно. Если ты уже несколько трешек прогрела, и человек, как бы, ну, говорит, не готов, поговори с ним откровенно. Саша, давай откровенно. У тебя есть какие-то вопросы, которые ты еще не задал. То есть, смотрите, я никогда никакого негатива в свои вопросы или не вкладываю. Никогда человека не начинаю напрягать этим. То есть, самое страшное, что можно сделать в переговорах, это начать на человека гнать. Да? Ну, все вы понимаете, что такое гнать на другого человека. Какого хрена ты не принимаешь решения? Что ты не покупаешь? Я же тебе все объяснил. Ты что, дурак, что ли? Ну и так далее. Вот это все, оно сразу же нет. Сразу же нет. Вы еще и отношения с человеком потеряете. Когда вы действуете как предприниматель, который приглашает другого человека в свой бизнес, пытается заключить в нем сделку, потому что она вам важна, эта сделка, и вы считаете, что это и человеку тоже поможет, то вы мягко делаете это, без негатива. Если вы дожимаете человека, то, опять же, без соответствующих фраз, без негативных фраз. Вы дожимаете человека с помощью правильных фраз. Так говорите. Окей, я понял. У тебя, видимо, остались еще какие-то вопросы. Давай их разберем. Давай с тобой откровенно поговорим. То есть убедить человека можно. Да? Окей. Трешка следующая. Как вариант, который позволит тебе убедить человека? Как насчет передавить или не передавить? Где грань? Я думаю, что вы в процессе эту грань поймете. Если вы без негатива работаете с кандидатами, я уверен, что передавить это вас не получится. Если вы без негатива правильными словами просто работаете. То есть прежде всего внутри дайте себе обещание, что вы не будете гнать на кандидата. Ну и, наверное, сами ответите себе на вопрос, что для вас хуже? Не додавить или передавить? Для меня хуже не додавить. Для меня хуже, когда я человека отпустил и не дозакрыл. Потому что тогда точно результат ноль. Максим, все нравится, но нет денег. Это типичное возражение. Вам надо посмотреть. Я сейчас, кстати, дам. У нас еще осталось 7 минут. Я дам 2 слайда по тому, как отрабатывать возражения. Сейчас мы с вами проговорим. Если говорить, что неделю на обдуманной, ну нормально. Я бы еще уточнил. Скажи, пожалуйста, с чем связан такой срок? И вернулся бы к дедлайну. Смотри, я понимаю, что нужно время для того, чтобы принять какое-то решение. Это с чем связано? Точнее, пожалуйста, с чем связано, что нужно неделю, например. Человек говорит, ну вот, например, денег подсобрать. Окей, все, я тебя услышал, понял. Смотри, что важно. Важно, чтобы в эту субботу ты уже был на обучении, если уж ты принял такое решение. Потому что продаем обучение. То есть дедлайн, который ты ставишь в виде обучения, в виде бизнес-форума, в виде, например, какого-то мероприятия, еще что-то. Или онлайн. Или ты можешь, например, сказать о том, что смотри, наверное, нам согласись, что тебе будет полезнее для твоего бизнеса, чтобы на следующие мероприятия, вот у нас бизнес-форум в Москве проходит, в субботу, ты уже был не один, а со своими потенциальными клиентами. Для того, чтобы ты уже был там со своими клиентами, нам надо решить вопрос по пакету до пятницы и в пятницу пригласить с собой там двух людей. Как считаешь, у нас такой вариант получится с тобой? Вот, выводим на сделку. Вот, Валер, как вариант закрытия. Как понять, нужна ли еще трешка? Сереж, ты поймешь. То есть, если ты чувствуешь, что кандидату что-то не хватает, задай прямой вопрос, откровенно поговори, уверенность не хватает, давай я тебя познакомлю с еще одним человеком. Все нравится, денег нет, весь в кредитах, подкоплю, говорит. Но, видимо, не целевой кандидат. Получить с него рекомендации. То есть, смотри, Елен, я так говорю, ну, ты увидел UDS как способ решить все вот эти свои проблемы. С кредитами, еще чем-то. Ты увидел такой способ, что UDS закроет тебе эти проблемы, если ты будешь следовать нашим алгоритмам, да, и там, например, за два месяца продашь четыре лицензии, заберешь бонус быстро старт. Ты понимаешь, что UDS решит твои вопросы за два месяца? Для этого тебе надо решить вопрос деньгами. Скажи, пожалуйста, ты готов решать этот вопрос или нет? Если мне человек четко говорит, я не готов решать этот вопрос, тогда все, Сань, я тебя услышал, я тебя понял. Давай подумаем, как тебе заработать без покупки пакета. Как тебе такая идея? О, классно, давай, как? То есть, я такое предлагать начинаю, когда уже все, я понимаю, что человек не мой, он не заключит со мной сделку. По рекомендациям, смотри, давай так, продукт понравился, да и наверняка кандидат у тебя на партнерку есть. Знакомь меня с этими людьми, я с ними сам буду заключать сделку, и за лицензию я тебе буду отдавать 100 долларов. Если партнер VIP-пакет приобретает, я тебе буду отдавать 200 долларов с каждой сделкой. Это будут мои уже партнеры, да, я с ними сам дальше продал эту работу, добавляю просто комиссию. Устраивает такой вариант? Человек говорит, устраивает. У меня где-то 40% всех сделок – это рекомендации. Вот по такому принципу. 40% сделок. То есть я, если мне человек четко говорит, я не готов решать финансовый вопрос. Что ты с ним сделаешь? Ничего ты с ним не сделаешь. Иди дальше. Но получи от этой встречи максимум рекомендации. Так, прививку по информации. Я не ставлю никаких прививок, не знаю, мне это неинтересно. Вот, пожалуйста, отличная прививка – это S-Play, да, когда ты высылаешь конкретный сайт, конкретный сайт, не видеоролики, не видео на YouTube, а ты конкретный сайт, когда высылаешь, и человек никуда не ходит, он смотрит информацию только на этом сайте. Что делать, если кандидат говорит, что все понравилось, рассматривает пакет вид, но сейчас нет денег? Так же, как я сказал, планируешь как-то этот вопрос решить? Стоит ли рекомендовать ее на стартселлер, завлекая занять место? Смотрите, со стартселлером надо быть очень осторожными. То есть стартселлер – это просто занять место. То есть это не заниматься бизнесом, это просто занять место и разобраться, начать обучение. Да, без проблем. Пожалуйста, регистрируешься на стартселлер и начинаешь разбираться и обучаться. Но уже встречи какие-то проводить – это когда ты разобрался, выбрал пакет для себя, прошел обучение, ты понимаешь, зачем тебе нужен пакет. Например, сходил на школу бизнеса, на московскую школу бизнеса, понял, зачем тебе нужен какой-то более высокий пакет, сделал апгрейд, и мы с тобой стартуем. Начинаем работать. Да, Чулпан, подход экологичный. То есть только так можно построить большую организацию с большими ценностями и с большими деньгами. Экологичный подход приводит к разовой прибыли, а потом все. Запись будет? Да, будет. Так, а как быть с теми, кто, ок, интересный, подвисает в своих делах и погоня за тем, что привычно на сегодня заработать на хлеб? Отличный вопрос, Владислав. Смотри, для того, чтобы человек не зависал, ты его должен в конце первой встречи, об этом Ирина говорила, сразу же договариваться на следующие шаги в течение 48 часов. То есть ты встречу первую провел и сразу же договариваешься. Давай договоримся, что завтра ты будешь на онлайн-вебинаре, или придешь к нам в офис, или познакомишься по онлайну с моим куратором, или еще что-то. И ты таким образом каждые 48 часов, давая человеку информацию, ты его проводишь по воронке и закрываешь сделку, и либо да, либо нет. Технологии отталкивания для красных. Валер, базовый вебинар у нас, у нас базовый вебинар. Технологии «Миллион», мы сегодня базовые вещи. Если человек научился базовые вещи делать, то он как минимум тысячу человек организацию построит, как минимум будет зарабатывать миллион рублей. Это пока базовые вещи. Дальше уже идут технологии и так далее, и так далее. Вот эти базовые вещи, они позволяют миллион рублей минимум зарабатывать, на мне проверено. Как найти эту грань, не додавить, не передавить, отвечал на звание книги, о которой говорилось в начале. «Психология влияния» называется книга Чалдини. А если он не может дать рекомендации, потому что не имеет права давать, господи, Настя, ну что за чушь вообще? Ну о чем ты говоришь? Технологии рекомендаций. Смотри, очень простая. Ты говоришь человеку, вот смотри, тебе продукт отвлекается, партнерство отвлекается, но нет возможности. Правильно я тебя понял? Правильно. Все очень просто. Вот возьми сейчас телефон, позвони своему знакомому предпринимателю из сферы бьюти. Есть у тебя владельцы салона красоты? Звонишь ему и говоришь. Петя, привет. Слушай, я тут познакомился с Настей. Петя, привет. У меня есть хорошая подруга Настя. Она вот с предпринимателями из сферы бьюти работает, увеличивает продажи, увеличивает прибыль. Я твой номер телефона дам, ты не против принять от нее звонок? Все. Больше ничего не надо. Человек тебя рекомендовал. Человек сказал, что тебе можно доверять. Отдает тебе номер и звонишь. Какие личные информации других людей? Что за бред? Вот если ты говоришь ему, давай ты мою презентацию разошлешь, там еще мы тебя куда-нибудь пишем и так далее, так далее. Тогда да. Нет. Просто звонок. Кратко. Есть Настя. Настя работает с предпринимателями из твоей сферы, повышает прибыль. Могу я твой номер телефона отдать? Она тебе позвонит, все расскажет. Все. Больше ничего не надо. То же самое по бизнесу. Например, ты звонишь там Володе, например, и говоришь. Володя, слушай, я тут познакомился с Настей. Настя занимается онлайн-бизнесом. Я помню, что ты мне говорил, что ты сейчас в поисках какой-то интересной идеи по бизнесу. Могу я Насте твой номер телефона передать, она тебе все подробно расскажет. Насте можно доверять. Все, больше ничего не надо. Вот так даются рекомендации, берутся рекомендации. Не парьтесь, главное. Так, окей, друзья. Друзья, на этом, к сожалению, я не успеваю уже отработку возражений дать. Ничего страшного. Это уже на отдельных обучениях тогда сделаем. Все, друзья, на этом мы финалим. Вебинар я сейчас завершаю. Запись останавливаю. И желаю вам успехов в продажах. Делайте трехсторонние встречи. Закрывайте сделки. Работайте с командой, работайте с людьми. Посещайте мероприятия. Знакомьтесь, развивайте свое бизнес-сообщество, бизнес-окружение. И все у вас будет великолепно, замечательно. Ничего сложного нет. Главное, как в тренажерном зале. Каждый день по технологии. И все будет хорошо. Окей, друзья, последнее. Напишите один свой инсайт от сегодняшнего обучения. Один свой инсайт, и мы на этом заканчиваем. Трешку закрываем сами. Трешка обязательно, заходить вовремя. Модерировать встречу. Трешка должна быть. Важно поставить дедлайн. Трешка должна быть. Работать с профи, чтобы стать профи. Все только по системе. Карусель трешек. Изучить кандидата. Модерировать трешку. Трешка должна быть. Соблюдать технологию четыре шага. Закрывать сделку. Трешка должна быть. Все, друзья. Спасибо огромное. Увидимся в полях. Всем пока. 7 августа. Увидимся на день рождения компании. Продолжение следует.